Это было в те дни, когда судьи правительствовали, и голод был в стране. Пошел тогда некий человек из Вифлеема в Иудее искать себе пристанище среди пажетий Маала, себе и своей жене, и своим двум сыновьям. А имя тому человеку Элемелек, богоподвластный, а имя жены его Наами, любезная, а имена двух сыновей его Махлон болезненный и Кельон недолговечный. Пришли они на пажете Маава, там и прижились. Но вот умер Элемелек, богоподвластный, муж Наами, любезный, и осталась она с обоими сыновьями. Они же взяли себе в жены Маавитянок. Имя одной – Орпа, своевольное, имя другой – Руфь. Верно. Книга «Руфь» Голодный 1919 год, конец июня. Владимир Андреевич Фаворский приезжает на один день в Сергеев Посад проститься с родными, ради которых он идет на фронт. Из воспоминаний жены Марии Владимировны. Маленькая наша спаленка. Положила я матрас на пол для нас с Володей, и больше места нет. Никита спит на жесткой дощатой кровати, и когда пошевелится, то вскочишь от грохота. Что такое? Никита повернулся. А когда Никита упал с кровати, то прямо на нас, потому что больше упасть некуда. Володя, неужели ты правду уедешь? Нельзя иначе, Марусечка. А я не пущу. И крепко охватываю его, окружаю его воинственные плечи, и белую, прохладную, и ровную, как масло, грудь, и прячу свое лицо под его густую кудреватую бороду. Мне бы вот только тут сидеть, и больше ничего не надо. Я бы хотела быть плохой, и на войну бы с тобой поехала. Он смеется. А я начинаю плакать. Не хочу жить без тебя. Мне совсем, совсем неинтересно без тебя. У тебя же Никитка. Ты должна его растить, учить, сделать из него хорошего человека. Я не могу, раз я сама гадкая. Ты совсем не гадкая, но немножко глупушная. Смотрю на его милое лицо, близко, тут, на подушке, и невыносимо мне, что, может, больше никогда его не увижу. Володя, ты, может быть, не вернешься. И нет терпения. Нет другого выхода, обессильной душе только слезы. Бог милостив, говорит он серьезно. Мне пришлось сделать перевод с древнееврейского, иллюстрировать книгу Руфь. Я понял эту простую историю, как очень типичное и очень, как бы, мировое событие. Не частный случай, а типичный для всего, как бы, пространства. Действие происходит на земном шаре. Владимир Фаворский. Примерно за сто лет до царя Давида девушка из рода потомков праведного лота, племянника Авраама, вышла за иудейского беженца, чья семья перебралась за Иордан, спасаясь от голода. Через несколько лет муж и его брат умерли, оставив свою бедную мать одинокой вдовой. Руфь так жалела и любила свекровь, что когда та, услышав об урожае ячменя в Израиле, решила вернуться домой, подняла вопль и со слезами стала говорить «Я с тобою». То же сказала и другая снаха Орфа, но после веских доводов все же отступила и осталась на родине. А Руфь запела «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Смерть одна разлучит меня с тобою». Увидала та, что она упорствует продолжать путь вместе с ней и перестала ее уговаривать. Так и шли они вдвоем, пока не добрались до Вифлеема. Когда же вошли они в Вифлеем, то зашумел весь народ вокруг них и поднялся говор «Неужели же это Наами, любезная?» Но она сказала им «Не зовите меня, Наами, любезная, а зовите меня, Мара, горькая, ибо великую горесть всемогущий послал на меня. Полную уходила в дорогу я, но пустой вернул Ягве меня». Книга Русь. «Мы стояли под Камышиным», – пишет Фаворский «Домой. Вместе с массой обозов, состоящих из верблюдов, быков, людей, женщин, ребят, все это паслось и топтало поля. Неприятельская кавалерия наскочила, началась отчаянная паника, все это бросилось вниз к реке, давя друг друга, переворачиваясь через голову. Часть нашего обоза выскочила и пошла на утек по берегу реки. Было ужасно жарко, мы шли, шли, пили, обливались все время, но, несмотря на это, сплошь лежали люди, упавшие от солнечных ударов. Многие заходили в Волгу и ложились там в бессознательном состоянии и захлебывались. Животные бросались в воду и тонули там вместе с телегами и грузом. Я не получил еще обмундирования, ни сапог, и все это время шел в своих старых драных сапогах. И поранил ноги, так что на другой день идти не мог, и меня посадили на двуколку. Этот первый день я никогда не забуду. Я шел, потому что бежать не мог, думая о Маруське и о вас, и ни за что не хотел оставаться. Неизвестно, что было бы с родными, попади он в плен. Трудно было удержаться, чтобы не лечь. Со мной шли несколько писарей, и некоторые из них легли, и потом не могли встать. Но все это кончилось. Мы выскочили и находимся в безопасном месте. От сапог остались одни голенища, которые я обменял в деревне на хлеб. Нам одно время ничего не давали. Я хожу босиком. Правда, мне трудно было бы надеть что-нибудь, так как ноги распухли, на них нарывы, но нет худа без добра. Меня не тревожит с моего места. У Наоми же любезный был родственник по мужу ее, человек многоимущественный, а имя ему Ваос, высокородный. Однажды говорит Руфь, верная, моавитянка Наоми, «Пойду я в поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». И вот пошла она, пришла и принялась собирать на поле следом за жнецами. И нечаянно случилось так, что участок поля принадлежал тому Ваозу. Книга Руфь. Получив письмо с фронта, Мария Владимировна поняла, что муж даже не знает, живы они или нет. Она пыталась его вернуть, но безуспешно. И тогда она пошла к одному очень влиятельному живописцу, грабарю, с которым встречалась когда-то у своей родственницы, мама Валентина Серова, Валентина Семеновна, и показала ему гравюры Владимира Андреевича. Грабарь обещал, первое, навести справки, жив ли этот художник, второе, в случае, если жив, похлопотать о вызове его для занятий искусством. Наученная неудачами, она уже не верила в обещания. Но грабарь действительно смог добиться, чтобы в армию был отправлен приказ. Фаворский раздобыл мешок пшеницы, сушеных сухарей, прошел через целую эпопею телег, переправ, станций, и, подхватив по дороге с окною Тиф, добрался до Москвы еле живой. Мы, две женщины, для которых весь смысл теплился и угасал, по мере того, как болезнь забирала свои права, боролись как могли. Протирали обметанный рот тряпочками, смоченными в кипяченой воде, прислушивались к его быстрому дыханию, меняли холод на голове, валились по очереди на тюфячок, брошенный на ледяной пол подле его кровати, и неотвязчиво стучало вместе с каждым биением сердца. Он погибает, потому что у нас холодно, лекарств нет, может понадобиться кислород, и мало ли что, и мы не успеем переправить его в больницу. Из воспоминаний Марии Фаворской. Трамваи не ходят, извозчиков нет. Они с мамой никогда бы не достали автомобиль. Но опять помог случай. Выяснилось, что старый друг Владимира Андреевича, художник Николай Розенфельд, брат Каменева. Через 3-4 дня он приехал и на себе, это был настоящий подвиг, потому что он легко мог заразиться, ступенькой за ступенькой донес полуживого до машины. И дальше время провалилось для меня, так же, как и для него. Он впал в беспамятство, а я хотя и вставала по утрам и брала бутылочку с морсом, которую Ольга Владимировна приготовляла своими нежными, любящими руками, хотя и шла пешком на край Москвы, бестелесная, глотая морозный воздух, страх за его жизнь и упорная мольба сделали меня бесчувственной ко всему остальному и уничтожили понятие о времени. Мария Фаворская. Настал 12-й день болезни, пишет Мария Владимировна, кризис. Когда сторож возвестил 9 часов, я взглянула на своего мужа, как думала в последний раз, поцеловала его круглую голову и вышла. Ночь была темная, сырая, меня знобила, скрючившись от нестерпимого горя, я стояла посреди двора. Как же это? Зачем? Вот он там умирает, и никто даже не обращает на него внимания, и я еще упустила главного врача. А ведь самый главный врач Бог всегда с нами, если мы с ним. Бог провел его невредимым через войну, через трудности пути, наконец вернул нам, а теперь отнимает. Да будет воля твоя, но моя воля кричала, взывая к черному небу. Нет, нет, это невозможно, он ведь только начинает, ему надо жить. Из подъезда вышел человек, я бросилась к нему, и наобум спросила, вы главный врач? Я что? Фаворский, солдат, с черной бородой, из третьей палаты. Жив ли? Только скажите правду. С черной бородой, в третьей палате? Не так плохо. Я только что осматривал его, есть данные, что пойдет на поправку. Отойдя подальше от фонаря, туда, где было темно, я готова была упасть на колени прямо в талый снег, и, глядя в огромный черный свод неба, лила слезы радости и благодарности. А в слезе вдруг задрожал голубой луч звезды, в самом зените облака раступились, и в ареоле ее света и воображала Богородицу, окруженную поющими ангелами. И сказал Ваос Руфи, «Вот что, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле. Отсюда не удаляйся, а оставайся здесь, возле моих работниц. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» И ответил Ваос высокородный и молвил ей так, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст ягве за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Книга Руфь. Едва Владимиру Андреевичу стало получше, его назначили чертежником в артиллерийское управление. Первую мировую он прошел с пушками. А потом и вовсе отпустили со службы преподавать в художественно-технические мастерские. В Хутемас переживал тогда демократические времена, и профессора Фаворского, 37 лет, выбрали в ректоры. Тут, наконец, он и смог приступить к своим первым после 10 лет скитаний книгам. Однажды сказала ее свекровь, «Дочь моя, все-то я ищу тебе пристанище, чтобы было тебе хорошо. Так вот, Ваос высокородный, родственник наш, со служанками которого ты была, он ведь нынче ночью веет на гумне ячмень. Поэтому умойся, умастись, надень на себя что понаряднее, да и спустись на гумно. Узнать же себя этому человеку не давай, доколе он не кончит есть и пить. А как ляжет он спать, ты выведай то место, где он ляжет, и пойди туда. Да и открой у него место, у ног, да и ляг. А уж он тебе скажет, как тебе быть». Книга Русь Времена судей были наполнены чудовищной жестокостью, войнами, кровью. На этом фоне сельская идиллия кажется просто невероятной. Тем не менее, в книге о том и идет речь, что вера и праведность ставят человека под защиту божьих крыл. Мало того, что Русь пожертвовала всем и отправилась за своей духовной матерью голодать, чтобы встретить Бога, от которого некогда отвернулось ее племя, из любви к мужу она отказывается от возможного счастья и идет к его пожилому родственнику, потому что по закону так следовало восстановить семя человека, почившего бездетным, чтобы имя его и его род не стерлись из памяти народа Божьего. И сказал Ваос, «Благослови тебя, Господь, дочь моя, этот последний добрый твой поступок еще лучше прежнего. Не пошла ты искать молодых людей, не бедных, не богатых. И так, дочь моя, не бойся. Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Книга Русь. Книга Русь была издана в 1925-м и в том же году гравюры Фаворского завоевали на парижской выставке Гран-при. Вскоре после этого Владимира Андреевича сняли с должности ректора, началась травля. «Мы с мамой идем по булыжной мостовой», вспоминала дочь. «Булыжники крупные, значит, я еще очень мала. На столбе посреди площади разговаривает круглый черный репродуктор. Я не понимаю его слов, но мама останавливается под столбом и слушает. Потом печально говорит, опять нашего папочку ругают. После каждой такой публичной порки надо было ждать черного ворона. И это продолжалось много лет. А потом история вовсе пошла на второй круг. Война, голод, эвакуация. Сказали, что будет поезд, пишет Мария Владимировна младшая, где художникам дадут вагоны. Мама была больна сердцем, но мы собрались и на другой же день были на вокзале. Никита уже ушел в ополчение, а Ванин возраст еще не подошел. Нас было четверо. Поезд подали ночью. Как раз началась бомбежка, все бросились к вагонам. Когда я протискалась, то увидела странную картину. Перед отцом стоял на коленях какой-то мужчина и произносил торжественные слова благодарности. Вместе с воем, сиреной, всей ночной тревогой впечатление было мистическое. Потом выяснилось, что человек провожал двух женщин и мальчика, и для них не было места. Отец, конечно, пустил их к нам в купе, где нас стало семером. Наш поезд ехал ровно месяц, и мы не знали, куда приедем. Мы эвакуировались в Самарканд. Мария Владимировна и Маша заболели сыпным тифом, и мы с Ваней их выхаживали. Мне казалось это катастрофой. Что Мария Владимировна переживет с ее сердцем тиф, я не смел верить. Чувствовал себя как бы виноватым, что затащил ее сюда. Но все кончилось благополучно, и теперь мои хозяйки поправляются. Владимир Фаворский. Покидать святую землю, да еще во время беды, считалось не слишком добрым делом в Израиле. Может быть, за это отступление и умерли родные Наами на чужбине. Она же, как женщина, почти не имела своей воли в семье. С другой стороны, не будь иммиграцией и встречей с чужими людьми, она, возможно, не смогла бы выйти за рамки национальной веры и понять, что истинная праведность не знает границ и что закон Божий дан для всей земли. А так она стала, можно сказать, первой миссионеркой, отчего ее священная повесть всегда и читалась в храме на Пятидесятницу. В день, когда на Синае Господь дал Моисею завет, когда сошли на апостолов огненные языки и они заговорили всеми наречиями, и когда Руфь стала женой Вауза. Их сына Наами приняла как своего и носила его в объятиях своих и была ему нянькою. И нарекли ему имя Авид, Апора. Он стал отцом Иисея и дедом царя Давида. А все сие произошло в тех самых вифлеемских полях, на которых ангелы в Рождество возвестят пастухам мир. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса Изару от Фомари. Фарис родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Евангелие от Матфея. Война отобрала у них обоих сыновей. Никиту зимой 41-го под Волоколамском. Его не хотели брать из-за зрения, но он не мог не пойти, и потому попал в ополчение. Ивана зимой 45-го под Кенигсбергом. Верная и любезная Мария Владимировна в одночасье стала горькой. Не выдержала, тяжело заболела и лишилась сна. Владимир Андреевич, это еще на фоне непрекратившихся гонений, поражал окружающих своей стойкостью. Он продолжал творить, бороться за выживание, занимался домашним хозяйством и ухаживал за женой. Читаю ей на ночь «Капитал Маркса», говорил он, улыбаясь. «И мне интересно, и Мария Владимировна засыпает». Закончилась эта история тоже библейски. Маша подарила им возможность понянчить внука. «Однажды, вспоминал Фаворский, я впервые отправился с ним гулять в поле. По дороге он увидел теленка и восторженно закричал, дедушка, у него четыре ноги. Мне думается, что вот так же глазами первооткрывателя должен смотреть на окружающий мир и художник. К этому я всегда стремился. И если хоть когда-то, хоть в чем-то этого достигал, значит, прожитые годы прошли не зря. Тут подоспел и отепель. Ему дали, наконец, заслуженного деятеля искусств, потом народного художника, госпремию. Начались персональные выставки, интервью, популярнейший журнал «Юность», прислал Владимира Андреевича анкету и попросил ответить на вопрос, как он понимает, что такое подвиг. «Конечно, не всегда забываешь себя, но часто это происходит с художником. Я знаю таких художников, как Александр Иванов, Ван Гог, которые, может быть, не всю жизнь, но часто совершали подвиги. Поражают рассказы про подвиги, когда герой физически страдает или даже умирает. Это достойно удивление, но основа тут та же из любви к чему-то забыть себя». Владимир Фаворский 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 Фаворский